Знали бы, где упасть, пошли бы в другой вуз, рассказывает Анастасия Никонова. В 2013 году 16 человек поступили в Самарский университет путей сообщения на новое направление – техносферная безопасность. Целевое обучение обещало хорошие перспективы в трудоустройстве, но к моменту защиты дипломной работы выяснилось – направление еще не прошло аккредитацию. Об этом речи не было, и в принципе нам об этом никто не говорил. Если бы нам об этом сказали и сказали, чем это чревато, может быть мы бы передумали. На каждом собрании предоставляется разная информация. Мы уже не знаем, кому вообще верить. Говорят одну информацию, потом мы приходим на следующем собрании, все совсем другое. В университете переживания студентов понимают, но заверяют – информация об аккредитации образовательных программ есть в открытом доступе на сайте вуза и сообщается всем абитуриентам перед поступлением. Что касается нового направления, заявку на аккредитацию подали в конце обучения, как того требует федеральный закон. На сегодняшний момент наша заявка принята и рассматривается в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки. Мы ожидаем аккредитации данной образовательной программы. В соответствии с календарным графиком учебного процесса, защита выпускной квалификационной работы предусмотрена на август текущего года. В вузе уверены – ситуация штатная и находится в рамках закона. Если направление не получит аккредитацию, выпускникам выдадут дипломы установленного вузом образца. Обещали помочь с трудоустройством. Со своей стороны студенты и их родители написали обращение в Министерство образования, Рособоронадзор и прокуратуру и в течение месяца ожидают ответ. Мы будем следить за развитием ситуации. Олеся Корецкая, Станислав Левин, Василий Колдашов. События.